Хлеб о преломлении, причастие в этой вечерней молитве. Сегодня получилось вечернее свидетельство такое. Хочу помолиться вместе с вами, преломить хлеб. Дамы и господа, братья и сестры, возьмите себе соку, налейте себе сок. Возьмите хлеба, причастимся, друзья. Друзья, я хочу, давайте как причаститься сейчас, рассуждая о теле крови Иисуса, как о нашем Спасителе Господе. И вот я упомянул такую тему, я говорю об этом тоже иногда, что принять Христа в сердце это и просто, и непросто. Но это непросто сказать впереди. Хотя это тоже, у всех по-разному бывает. Кто-то говорит, и все, сразу происходит. Кто-то говорит, очень медленно все происходит. Самое главное действительно уразуметь, что Христос, Иисус, это Господь, Бог, Спаситель. И ни в коем другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Рассуждать о теле крови Иисуса Христа. Я сегодня утром прочищался лепешкой, ободрал все края этой лепешки. Но у меня сердцевина осталась вот на вечер, получается, этой лепешки. Да, я беру просто лепешку часто. Я люблю прочищаться так вот. Покупаю вот здесь вот тандыр или у чеченов, или вот туркмении, таджики, узбеки, значит, там грузины есть, пекут хлеб. Здесь вот на этом пятачке несколько точек, где пекут очень вкусный хлеб. Покупаю какую-то лепешку вот такую, допустим, она из бездрожжевого теста, мне сказали, так делается. Вот именно вот по таким рецептам интересным очень. «Касающийся вас касать единицы ока». Да, вот именно этот текст из Писания, он мне тогда, в 91-м году вспомнился, прямо там в электричке. Кстати, именно этот текст, он вспомнился сам собой, как бы вот само собой на ум пришло, что... И у меня, говорю, прямо аж такое ощущение было, что вот если бы был бы волосатым, вся шерсть, знаете, как у котов, дыбом поднялась бы. Вот я реально ощущал, что вот такое, особенно такое действие. И вот мысль была такая, что да, касающийся вас касается единицы ока Божьего. Получается, гонители, когда касаются нас, гонят нас, они думают, как правило, как правило, не все, но многие думают так, что они лишь нас гонят, как людей. Они не против Бога, может, там не против, но именно верующих этих гоняют. Допустим, там, это сектанты, это раскольники, еретики, там все. Ну, человек себя всегда оправдывает, как бы, как правило, да, оправдывает. И он, человек, он в свои глаза всегда прав, как бы, как правило. Вот, значит, и... Но если гонят верующих, в ком не глубоко Христос еще, да, и которые глубоко в Христа не погрузились, тогда гонителям это, как правило, с рук сходит. И это, ну, как бы, срабатывает их гонение. В том смысле, что, как бы, для гонителей это более безболезненно. Дьявол не имеет права так сильно их убивать, наказывать и убивать. Потому что враг лишь только украсть, убить и погубить может, все. И он, человек, убийца от начала. Но, если гонят верующих, которые глубоко уже погружаются во Христа, и Христос, в которых глубоко уже погружается, печать Божья стоит и познал Господь своих. И вот тогда, касающиеся таких верующих, гонящие таких верующих, они уже неизбежно имеют дело с большим Христом, будем договориться. Когда много Христа, когда много Бога, это очень чревато печальными последствиями для гонителей. И вот в эти моменты, чем глубже ты, одним словом, погружаешься во Христа, тем глубже должна быть твоя молитва о гонителях. Потому что этим самым ты их обезопасиваешь и покрываешь их молитвами, и даешь больше права Богу, больше юридического права Богу действовать в их судьбах, в их жизни. И отказываешь дьяволу действовать в их судьбах, в их судьбах гонителей. Очень важная молитва. И сегодня я хочу помолиться тоже такой молитвой. Я знаю, что кровь Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, была пролита за всех нас. Кровь Христа Иисуса. Потому что Бог во Христе примирил с Собою весь этот мир. Слава тебе, Господь! Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благодарю тебя, Господь, за этот добрый вечер. Благодарю тебя, Господь. Твоя милость обновляется к нам в хлебопреломлении, в нашем этом рассуждении о теле крови Твоей. Боже, пусть каждый из нас, каждый из верующих, причащающихся сегодня, тело крови Твоих таинства, рассуждает благочестиво, рассуждает правильно, рассуждает о теле крови Христа. Братья и сестры, рассуждение правильное, благочестивое, приносящее благословение в нашу жизнь. Это следующее рассуждение. Что кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, я спасен. Навеки спасен. Навсегда. Бог простил меня, принял меня, облабазал меня. Простил то, что было, простил то, что будет, то, что есть. Он есть и Альфа, и Омега, вне времени, вне нашего пространства. Его время – это не наше время. Его пространство – это не наше пространство. Но Он в этом времени, нашем и пространстве, также присутствует, как Творец. И Он благоставляет нас. И спасение – это дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашим. Возмездие за грех смерть – это всем ясно. Даже самые последние атеисты это понимают прекрасно. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Не перейдет, да, перейдет, конечно, перейдет, но уже перешел от смерти в жизнь. Я уже перешел от смерти в жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Кровью Иисуса Христа я исцелен, полностью исцелен. Два тысячелетия назад я исцелен, благоставлен кровью Агнца, чистого и непорочного, божественного Агнца – Иисуса Христа. Тело Христово примите, дамы и господа, братья и сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже всемогущий, благодарю Тебя за таинство тела и крови Твоих. На последнем вечере той Ветхого Завета и уже первой вечере Нового Завета Ты взял хлеб Иисус в Свои причистые руки и преломил, дал ученикам и сказал, ешьте, это есть тело мое. И взял последний бокал на пасхальном этом банкете, этой трапезе, эту чашу последнюю и сказал, это есть чаша Новый Завет в моей крови. Сие творите, Ты сказал, в мое воспоминание. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь, благоставляю великое имя Твое, принимаю с верой, надеждой и любовью. Слава Тебе, Боже. Аминь. Аминь. Ешьте хлеб сей, пейте чаши сей. Будем есть, братья, и рассуждать. От теми Христа и о крови Христа. Спасибо, Иисус. Спасибо. Ешьте, братья. Тело Христа, это истина, есть пища наша. Кровь Христа, это истина, есть питья наша. Спасибо, Иисус. Блажен, кто вкусят хлеба в царстве. А мы вкушаем хлеб в царстве. Кровь Христа, чистого и непорочного агнца. Да, причастие имеет огромную силу. К сожалению, с 91-го года я, будучи традиционным священником, во многом ушел в ритуализм. И во многом потерял, к сожалению, тогда понимание силы этого причастия. Правильное понимание, рассуждение правильное потерял. Но по милости Господне в 96-м году вновь обрел это понимание, которое было от начала. С 13 лет первое откровение мое о причастии, о силе крови Иисуса Христа. Когда первые стихи из Библии Нового Завета пришли в мою жизнь. Благодарю Бога Всемогущего за тело и кровь Его, за жизнь вечную, дыхаем. Кровь Христа Иисуса, кровь Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, присчастливую. Спасибо тебе за все. Ты погружаешься в меня, я погружаюсь в тебя. Я люблю тебя, ты любишь меня. Спасибо, что своей взаимностью я ответил на твою безусловную великую любовь. Благослови мои братья и сестер. Пусть это ночь. Был вечер написано и было утро. Сегодня наступило уже 20-е число уже. Месяца Элул. Вот, да, вечер 30-го августа 18-го года. Новый день, новый день библейский. И еще, почему в Библии начинается с вечера день? Потому что ночь, если в гражданском календаре, это просто ночь покой, это просто сон, просто отдых, то в Библии ночь, это когда Бог говорит так же к нам, а мы говорим к Нему. Ночь это тоже жизнь. В нем. И пусть это ночью. Почивайте, отдыхайте. Господь говорит вашу жизнь. Пусть Бог благословит. В сновидениях говорит глазом своим, нежностью своей, благодатью своей. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас. Доброй ночи. Всем благословений Господних. Утром подключайтесь. Аминь. Кифа пишет. Аминь. Так оно и есть. Осознанное единство. Аминь. Слава Богу. И, друзья, в 6 утра подключайтесь на утреннюю молитву. Совершим причастие вновь также. Хлебопламление. Даже когда вы буквально не едите хлеб и не пьете тело и кровь Иисуса, не вкушаете, рассуждайте об этом, рассуждайте. Спасибо, Оля. Благословения вам. Аллилуйя.